Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. ГРС, Гуково и Шахты-2. Неправильный мёд делают неправильные торговцы. За качеством сладкого продукта следит ветслужба. Выбить боевиков и переправиться на другой берег. Учения военных по наведению понтонных мостов. Оперы и балеты можно смотреть под открытым небом. Музтеатр открыл фестиваль русской классики к Мундиалю. Кавани и Суарес в Ростове. Футбольная сборная Уругвая прилетела сегодня и у гостиницы. Её встречали несколько десятков преданных фанатов. Как и положено, болельщики пели, танцевали и всячески выражали свою любовь к небесно-голубым. Напомню, уругвайцы завтра на Ростов-арене во втором туре группового этапа сразятся с Саудовской Аравией. И уругвайские болельщики уверены в своей победе. Первый матч с Египтом сложился для нас тяжело, но мы всё-таки победили и очень надеемся, что завтра результат будет таким же. А далее мы разгонимся и сможем выиграть мировое первенство. А в фан-зоне Мундиаля сейчас жарко. И по погоде, и главное по настроению. Болельщики уже подтягиваются на театральную площадь на матч России и Египта и верят в сегодняшнюю победу. Я думаю, 2-0. Куда зайдёт? Ну, Головин, я думаю, точно должен. Ну и может быть, Смола выстрелит. Сборные России и Египта сойдутся в 9 часов вечера на Санкт-Петербург-арене. Увидеть игру в прямом эфире можно и в ростовской фан-зоне. Подробнее о событиях футбольного чемпионата мира мы расскажем в программе «Даёшь Мундиаль». Смотрите её сразу после выпуска новостей. А пока к другим темам. Одно нажатие кнопки и открыты новые возможности для шахтёрских территорий. Виктор Зубков и Василий Голубев запустили новую газораспределительную станцию Гуково. Старая по проекту могла выдавать 14 тысяч кубометров газа в час. Но зимой нагрузка вырастала до 20. Теперь производительность увеличилась в разы – до 160 тысяч кубов. Это значит, что резиденты ТСР будут обеспечены газом в полном объёме. Новая газораспределительная станция Гуково вошла в пятёрку самых мощных в регионе. У нас тут уже есть претенденты на реализацию тех или иных проектов. Но это ещё возможность развития социальных объектов. Это возможность газификации жителей, населённых пунктов. Так что мы решаем три единую задачи, но темпы её реализации будут совершенно другие. До реконструкции загрузка была более 150%. Ещё одну ГРС «Шахты-2» губернатор и председатель Совета директоров «Газпрома» открыли в Октябрьском районе. Одним из её клиентов станет крупнейший производитель мяса индейки. Примечательно, что обслуживают станции теперь всего несколько человек и вахтовым методом. А высокую производительность гарантируют отечественные разработки. Нам это сейчас легче делать, потому что мы несколько ещё лет назад очень много покупали оборудование за границей, за рубежом. Сейчас вроде мы это делать не можем. А с другой стороны, слава Богу, потому что мы сейчас 100% оборудования на Гуково и здесь в Шахтах российского производства. Наши заводы делают всё. Искусство наводить мосты показали военные. Учения по оборудованию переправ инженерные подразделения ЮВО провели на реке Северский Донец. По таким понтодным мостам солдаты переправляются на другой берег с техникой и боеприпасами. Инженерная разведка обнаружила боеприпас и обезвредила его. Это обязательный этап перед оборудованием паромной переправы. И только на расчищенном берегу начинается наведение понтона. Это штурм противоположного берега. Но противоположный берег Северского Донца занят мелкими бандформированиями. Чтобы отбросить их, отправляется группа бойцов на лодке. И только после того, как условный враг обезврежен, на берегу начинает работу понтонная рота. Понтон устроен так, что при сбросе на воду сам раскрывается и готов к стыковке с другими звеньями. По нормативу бойцы должны развернуть паром из девяти звеньев за 10 минут. Максимальная грузоподъемность этого понтона – 170 тонн. Он с легкостью перевозит не только несколько Уралов с людьми и боеприпасами, но также может доставить на другой берег три танка весом каждый почти 50 тонн. Наводить такие мосты можно при любых погодных условиях. Бойцам понтонной роты надо работать как слаженный механизм с учетом направления и скорости течения. Все зимние климатические условия, то бишь разбитие лёда, то бишь этим и занимается инженерная разведка, разведывает глубину реки, то бишь поломали лёд, узнали глубину. А мы уже зная, где какая глубина, подъезжаем, сбрасываем все так же. В ходе учения личный состав подразделения проявил себя с высокой стороны, выученным, подготовлен, ну а также показал профессионализм. Цели занятий были достигнуты полностью, соответственно, оценка подразделения выставлена отлично. Учебные мосты наводили больше трёхсот военнослужащих, используя ещё и буксирно-моторные катера. Они доставили паром к противоположному берегу. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, дом 24, Каменский район. Пасечники Ростовской области заканчивают сбор первого мёда, которого из-за холодной весны и ветреного июня в этом году меньше, чем в прошлом. В связи с этим специалисты прогнозируют, поддельного продукта станет больше. В этом году работу полосатых трудяк сильно усложнила погода. Весенние перепады температуры и сильный июньский ветер не дают как следует собрать нектар с цветов. Но и пчёлы, и пасечники стараются, чтобы их полезный продукт не потерял целебных свойств. Они приносят в поле нектар. Этот нектар очень жидкий. Его нужно подготовить, его нужно переработать несколько раз, выветрить влагу, чтобы у него влажность была соответствующая. Этим занимаются сами пчёлы. Пчеловоды создают им условия для непрерывной круглосуточной работы. Александр Щебетовский – пасечник с многолетним стажем. Держит 18 пчелиных семей, чтобы не спеша собирать натуральный качественный мёд. К качке не приступает, пока пчёлы не запечатают соты воском. Это значит, мёд готов, созрел, будет храниться годами и не потеряет пользы. Для того, чтобы мёд был качественный, нужно посмотреть, созревший он, несозревший мёд. Многие пасечники торопятся откачивать мёд. И получается, откачивают несозревший мёд. Если не вызрел, долго храниться не будет, пропадёт. Теряет качество натуральный продукт и от того, что недобросовестные торговцы разбавляют его сахарным сиропом. Или на больших пасеках кормят сиропом пчёл, чтобы быстро получить объём товара. Понять точный состав на вкус и цвет сложно. Только по результатам лабораторных исследований. Мы смотрим, мёд натуральный или нет, для того, чтобы выдать заключение для реализации торгующим. После подробных анализов по нескольким критериям, ветеринарная служба выдаёт документы, подтверждающие качество и натуральность мёда. Покупая его на рынках и ярмарках, покупатели имеют полное право спросить у продавца сертификат. В последнее время фальсификат мёда стал одной из главных проблем пчеловодства. Задача ветеринарной службы Ростовской области – не допустить продажу фальсификата. Поэтому специалисты ветеринарной санитарной лаборатории в обязательном порядке при поступлении мёда проводят исследования. Майский цветочный мёд донские пчеловоды уже собрали. Следующий будет из нектара полевых цветов и подсолнечника. Валентина Малащицкая, Андрей Токарев, Дон, 24, Октябрьский район. В музыкальном оформлении Чемпионата мира по футболу среди барабанов, трещоток и бувузел слышна русская классика. Это открыл свой фестиваль «Ростовский музтеатр». Оперы и балеты теперь можно посмотреть на открытом воздухе, как прямую трансляцию со сцены. Подготовка к большому футбольному балу завершена, и главные действующие лица вышли на сцену. Гала-концерт фестиваля «Шедевры русской музыки» – это шедевры из шедевров. Тут и Прокофьев с его величественной поступью рыцарей в танце, из Ромео Джульетты, из сцены коронации Бориса на царство, из оперы Борис Годунов. А еще будет и самый русский балет Чайковского «Лебединое озеро» и его роковая «Пиковая дама». Насыщенная театральная фестивальная жизнь идет вровень с футбольными баталиями. И если в классических спектаклях финал известен, то в итогах чемпионата пока никто не уверен. Конечно, я болею, я болельщик. Я сам играл в футбол и очень люблю это дело. Поэтому, в общем, и выступал даже за команду города. Вот, поэтому я очень люблю этот вид спорта. Это, конечно, огромный праздник не только для Ростова, это, конечно, колоссальный праздник для всей страны. Мы выступаем, этим самым мы хотим показать, что мы за наших, что мы болеем за наших ребят, за нашу команду, за нашу страну. И дай Бог им удачи, успеха. И начало, по-моему, положено замечательное. Все оперы и балеты фестиваля шедевров будут транслироваться на уличном экране. Так что смотреть их можно под открытым небом. Продолжаются и живые уличные концерты солистов Музтеатра к чемпионату мира по футболу. Галина Белоусова, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня это все новости. По окончании выпуска смотрите программу «Даешь Мундиаль». В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин